Увы, золотой век арканоида подобных игр уже давненько подошел к концу. Сейчас в них в основном играют на мобильных устройствах, называя это просто-напросто убивалкой времени. В метро, автобусе, в очереди и так далее. Но так было не всегда. Вышедшая в 1986 году на игровых автоматах оригинальная арканоид была очень популярна. Именно в честь нее название арканоид стало нарицательным для целого класса подобных игр. Но сейчас у нас не олдзор и речь пойдет не о ней. Хотя сей жанр нынче для персональных компьютеров считай, что мертв достойны его представители отнюдь нет. То есть я хотел сказать нет-нет, да и появляются на рынке игростроя. Как раз вот такого вот достойного представителя и сварганили в недрах своей студии ребята из Hero Concept. И именуется он Доллингс Аркейд. Игра про покемонов Джоудодов. Шутка конечно, просто уж очень смахивают некоторые из героев на этого каменного питомца Брока. Ну помните, ну в мультсериале. Был такой, ай, неважно. Игра конечно же не про них. Вообще, несмотря на то, что это всего лишь арканоид, у игры есть свой сюжет, свой лор и так далее. Конечно он относительно примитивен, но тем не менее, завязка у игры такова. Жили не тужили, никого не трогали, некие доулинги в своем измерении. Вели свои мирные делишки, наблюдали за другими культурами и подражали им. А о неприятностях конечно и не думали, пока в один прекрасный в кавычках день с неба не упал метеорит и не отравил своими газами мирных существ. Те, кто подвергся этому ужасному токсину, сначала становились дикими и злыми, а затем и вовсе обращались в камень. Но лекарство было найдено, и теперь вам, как одному из немногих сохранивших контроль над разумом, необходимо спасти жителей вашего измерения, как и подобает герою. Вот такой вот сюжетец. Ничего особенного, как мы уже говорили, но тем не менее, приятно. Что касается геймплея, тут все до боли узнаваемо еще с 80-х годов. Ваш персонаж кидает шарик, и он, отскакивая от стенок, ударяется в нужный вам объект, отскакивает вниз, внизу вы его ловите и отбиваете обратно. И так до бесконечности. Вернее, пока ваша задача не будет выполнена. Если вы не играли в уже так много раз нами упомянутого арканоида, то в Тетрис-то наверняка гоняли. Там была очень похожая игрушка. Хотя, много ли современных подростков и детей видели эти Тетрисы вообще? В общем, старая, добрая, проверенная схема в действии. И работает, увлекая втянувшегося игрока на долгие часы. Да, конечно, есть небольшие уникальные фишки, хотя, опять же, не то чтобы и уникальные. Все уже такое когда-то где-то встречалось. Но по-прежнему работает отлично. Например, собрав определенное количество очков, вы, ну не вы, а ваш герой, превращается в другого, мускулистого, накачанного доулинга, у которого есть свои спецспособности. Ну и так далее в таком роде. Звуковое и музыкальное сопровождение идет ровно на том уровне, на котором оно нужно игре такого рода. Легкая и ненавязчивая мелодия, совершенно не запоминающаяся, но тем не менее выполняющая свои основные функции. Заполнить унылую тишину во время матча. Также имеется возможность сконструировать свой собственный уровень, так как в игре присутствует редактор этих самых уровней. Он довольно прост в освоении и абсолютно каждый может попробовать свои творческие силы в действии. Соорудить что-нибудь этакое в рамках данной игры. Да и, пожалуй, все. На самом деле особо об игре и рассказывать-то нечего. Это отличная игрушка, она выполняет свои функции и отвечает всем предъявляемым к ней требованиям. Она может увлечь надолго, но она не для ПК. К сожалению, вряд ли сейчас кто-то будет подолгу залипать в подобные игры на больших и мощных персональных компьютерах. Хотя, наверняка найдутся и такие тут. Бесспорно. Но массовый игрок, скорее всего, пропустит ее мимо себя. А вот выйдя она на смартфоны и портативные консоли, вот тут уж ей было бы где развернуться. Она как будто создана для них. Даже меню выбора уровней очень уж похоже на сотни игр со смартфонов. Но, увы, вроде как пока на смартах ее нет. Ну, по крайней мере в Google Play нет. Если у вас масса свободного времени, которое некуда девать, и вы любили раньше залипать в подобные игры. Или может просто вы имеете потребность отключать ненадолго мозг после напряженного трудового дня. Подзависнуть во что-то, не затейливая, не вникая в сюжет и не перебирая в голове кучу комбинаций клавиш, то дайте доулингам шанс. Вы не пожалеете. А на сегодня все. И традиционно до новых встреч в новых видео.